Всем привет! Меня зовут Ирина Камаева, я из Самары и уже несколько лет живу в турецкой Алане. Это недорогой средиземноморский курорт, который многие наши соотечественники знают. Наша жизнь сейчас поделилась на две части. Первая часть – это жизнь в будние дни, и вторая – выходные. Мы так же, как и все, на карантине, но в выходные дни мы абсолютно изолированы. А уже, по-моему, третьи выходные мы сидим без выхода. То, что вы видите сейчас сзади меня, из окна, это Аланьон. Все, кто был когда-либо в Алане, в Аланьоне были, потому что наши соотечественники стремятся зайти в Вайкики и накупить одежду для своих детей. Аланьон пуст. На дорогах есть машины, и это первые выходные, когда на дорогах есть машины. Уже третьи выходные у нас полная изоляция. Нам нельзя выходить из дома вообще, ни под каким предлогом. Магазины закрытые. Хлеб развозится по дворам. У нас подъезжает машина. Здесь кричат «хлеб, хлеб, горячий хлеб, самый лучший хлеб». Вы можете выйти, если не купили. В будни можно выходить. С понедельника по четверг, как правило. Иногда по пятницу можно выходить. Но нельзя быть в парках, нельзя быть на набережной и нельзя быть на пляже. Это самая большая трагедия для проживающих здесь моих соотечественников. Итак, благодаря тому, что власти действительно очень быстро среагировали, и справедливости ради турецкой системы здравоохранения очень рабочая, получилось так, что уже несколько дней в Алании нет выявленных зараженных. Тем не менее, весь май мы будем карантинно сидеть, мы будем выходить. Но поскольку здесь священный месяц Рамадан, который закончится большим праздником, то в связи с этим турки все равно, турецкие власти ограничили эти выходы. В конце мая будет три дня жесткого карантина, три дня выхода, потому что это невозможно, и еще три дня карантина. И в начале июня, скорее всего, его снимут. Не знаю, как будет с пляжами и не знаю, как дальше будет. То есть, несмотря на то, что здесь уже и плата прошли, и зараженных уже нет, по крайней мере здесь, не в Стамбуле, не в Анкаре, а в Алании, в Анталии тоже есть зараженные и свежезараженные, нам, тем не менее, нам выходить особенно нельзя. Магазины, лавки открыты, продуктовые открыты, большие сетевые магазины закрыты. Те, которые управляются Стамбулом, закрыты. И, в общем, довольно большое количество закрытых магазинов, хотя перебоев с продуктами не было никогда. Турки оказались, к удивлению, достаточно организованы. Никаких уговоров, не выходите, пожалуйста, не делайте, пожалуйста, шашлык здесь нет. Ты не выходишь. Точка. А в первый карантин, вот в первую изоляцию, когда вообще нельзя было входить, полиция, в общем, как говорят, разгоняла. Мы ничего такого не видели. У нас вот такая вот тишь, гладь, благодать. Завтра утром машины поедут по этой трассе. Да, отели, разумеется, закрыты, но они все на низком старте. По поводу отелей я бы хотела сказать. Итак, май будет точно закрыт. В июне, возможно, начнутся какие-то подвижки. Мы знаем, что Победа начала продавать билеты, по-моему, на май или на начало июня. Поберегитесь. Если вы уже взяли путевки и заранее бронировали, я могу только посочувствовать. Очень вряд ли, что если это путевки не на август, вы сюда попадете.